Лидеров уборочной кампании 2024 становится всё больше за добросовестный труд, заслуженные лавры. Награждение не отрываясь от работы, прямо в поле. По традиции, народные песни, каравай, букеты с колосев и 600 рублей в семейную копилку. Сегодня в агрокомплексе «Возрождение» под Витебском чествовали первого в области механизатора, который намолотил 2000 тонн зерна. Свой внушительный личный вклад в общее дело внёс Владимир Шибека. В сельском хозяйстве мужчина уже более двух десятков лет. Половину из них на уборочной. Отмечает, урожайность в хозяйстве значительно выше прошлогодней, на уровне 48 центнеров с гектара. Чтобы вовремя собрать зерно и обеспечить страну продовольствием, работают от первой росы и до захода солнца. Труд льбороба нелёгкий. Хорошо, когда погода, без остановки намолотим. Да, вот урожайность хорошая. Я даже не думал столько намолотить. Работал, работал. Дошёл до 2000. Работа в полях напряжённой аграрии использует каждую погожую минуту. Хлеборобы Витебской области преодолели планку в полмиллиона тонн. И это только половина от намеченного. В эти дни в агрокомплексе «Возрождение» с площади более чем 100 гектаров активно убирают яровой рапс. Параллельно в хозяйстве заканчивают сев озимых культур и готовят почву под новый урожай пшеницы. Помимо ярового рапса у нас убрана уже 100% озимая пшеница. Убран ячмень 91%. И осталась яровая пшеница в размере 65 гектар. В принципе, объёмы небольшие. В Гродненской области уборочная на финишной прямой пройдена свыше 94% площадей зерновых и зернобобовых. Намолотили под миллион 400 тысяч тонн зерна. В частности, в Свислочском районе дожинают последние гектары полей. Сельхозпредприятие ВМК «Агро» финальную точку золотой жатвы поставят уже завтра. Уборочную в этом сезоне на самом западе Беларуси называют непростой. Она впервые за последние годы растянулась на полтора месяца. Ведь то и дело, аграриям приходилось договариваться с погодой. Весной засуха, в конце июля проливные дожди, а задача – сохранить каждое зернышко. Именно в таких условиях боевое крещение получил молодой специалист Павел Осиевский. После аграрного вуза по целевому направлению в родные места, в ответственной должности начальника участка. И сразу на жатву. Благо, парень мотивированный, когда-то учился у дедушки хлебороба, теперь у опытного главного агронома. Для одного – это первая уборочная в жизни, для другого – 45-я. Слаженные команды отправили в Закрома хороший урожай. Особенно порадовала зимой третикали – 55 центнеров с гектара. Урожайность довольно высокая. Очень даже интересно. Потому что сельское хозяйство такое, что его нужно познавать. Завершают уборку зерновых и в Брестской области. Там обмолотили 99,9% площадей. Средняя урожайность в пределах 40 центнеров с гектара. Рекордная – больше 70. 500 гектаров всего лишь на сегодняшний день. Из которых 400 гектаров – это в Беловежском, Каменецком районе. Люпин белый, которому еще надо для уборки максимум 2-3 дня. И уборка на этом зерновых и зернобобовых культур на Брещене будет завершена. Сегодня ведется активно сдача реализации зерна в счет государственного заказа. Хозяйство Брестской области массово приступили и к севу Азимова Рапса. Уже отсеяли 30% площадей. Семенами и минеральными удобрениями обеспечены на 100%. На следующий сезон площади культуры расширят до 70 тысяч гектаров. В хозяйстве Ракитницы Жабенковского района площади Азимова Рапса увеличили на 20%. В полях с 10 августа и уже на экваторе посевной. Мы завершили уборку уже больше недели назад, поэтому было время для подготовки. Сейчас активно заняты посевной Рапс и практически сразу будем переходить на сев зерновых. Развитию сельского хозяйства в стране – самое пристальное внимание со стороны президента. Но даже несмотря на это, в ряде районов до сих пор не хватает элементарного порядка. В других хромает систематизация процессов. Без четкого плана отдача даже хороших плодородных земель не соответствует потенциалу. Глава государства видит картину целиком, потому оправданий по результатам уборочной не будет. Особенно не получится сетовать на погоду. Сегодня у нас убирается пшеница. К сожалению, конечно, погода напрягает немножко. Ну не ва, погода идеальна. 55% мы убрали, 58,6% средняя урожайность. Пшеница дают сегодня по 75, по 72 центера. Значит, азима ячмень мы убрали, 48 центеров дал. Значит, ячмени яровые где-то тоже 48-50 дают. Вот, прицепили где-то около 60. Я думаю, что мы порядка 38 тысяч тонн зерна в этом году получим. Ну это тебе достаточно для погоды? Это я уже думаю как погоды. Общереспубликанский каравати жалеет с каждым днём. В стране намолотили более 7 миллионов тонн зерна с учётом рапса. В этом году Беларусь рассчитывает на хороший урожай. Нам помогают и вооружённые силы, помогают промышленные предприятия, помогают в том, что нехватка механизаторов, которые было более 2000, мы получили из учебных заведений, из сельхозпредприятий. Они ежегодно участвуют, знают свою работу, знают свою технику. Залог богатого урожая – соблюдение технологий и трудолюбивые руки. Ведь даже после уборки колосовых времени на отдых не будет. Впереди третий укос трав, активная фаза сева озимых и уборка кукурузы. Большой аграрный сезон в самом разгаре.